23-летние близняшки Таня и Аня, кажется, еще вчера сами сидели за партой. Однако в этом году в День знаний к девушкам будут обращаться по имени и отчеству Татьяна Александровна и Анна Александровна. Очаровательные жительницы Кличева в 2019-м пополнили список молодых специалистов города. За их хрупкими плечами МГУ имени Кулешова со средним баллом 9,5 и магистратура. Теперь близняшки учителя русского языка и литературы в 27-й и 32-й школах. Официально к работе сестры Малентович приступили 15 августа. Уже довольны. Достойная школа, хорошая школа, хорошее руководство. Очень радушно нас приняло. То есть нам не сложно, нам помогают абсолютно во всем. Уже сейчас мы даже не ожидали настолько сильной поддержки. Это очень важно для молодого специалиста, потому что мы приезжаем, нам страшно, мы вроде бы боимся, столько всего сразу у нас наваливается. И главное, вот эта самая поддержка. Чувствовать ту самую необходимую поддержку и перенимать опыт у педагогов со стажем в этом новом учебном году будут 93 молодых специалиста. Это учителя младших классов, математики, химии, физической культуры и не только. Во время ежегодной педконференции мэр города Александр Студнев отметил, важно, чтобы молодые специалисты закрепились на местах. Со стороны власти для этого делается все возможное. Уже шесть молодых семей получили ключи от новых квартир и столько же станут обладателем комфортного жилья в декабрю. Но это те, до кого очередь дошла. Мы ждем фактически и готовы предложить еще 28 однокомнатных квартир и 75 двухкомнатных квартир для молодых педагогов. На августовской конференции также обсудили перспективы на будущий учебный год и подвели итоги прошлого. В 2019-м более 30% выпускников получили аттестаты со средним баллом 8,5 и выше. 65 парням и девушкам выданы свидетельства об общем базовом образовании с отличием. 43 человека награждены золотыми медалями. Сегодня в образовании среди инновационных педагогических средств и методов особое внимание занимает исследовательская деятельность. Прошедший учебный год также отмечен результативным выступлением учащихся и педагогов в конкурсах работы исследовательского характера областного, республиканского и международного уровней. Еще один немаловажный фактор качественного образования – стобальные результаты на ЦТ. Сертификаты с тремя цифрами абитуриенты получили по русскому, белорусскому, английскому и физике. Успехи наших школьников на высоком уровне отметил и заместитель председателя Могилевского обл. исполкома Валерий Малашко. Педагоги, учащиеся в годы Бабуйска, по праву могут гордиться достигнутым. Это и многочисленные победы на престижных предметных олимпиадах, международных и республиканских творческих конкурсах, а также достижения в спортивных соревнованиях. Все это свидетельствует о правильно выбранном пути к повышению качества образования. Десятки педагогов в рамках форума получили заслуженные награды различных степеней городского, областного и республиканского масштаба. Слова благодарности звучали и в адрес ветеранов труда. Кажется, забыть не остался никто. Фойе Дворца искусств учреждения образования города презентовали почетным гостям интерактивные площадки, в том числе и возможности нового стем-класса, который открылся в третьей гимназии в апреле. К слову, в этом году руководство города совместно с предприятиями не осталось в стороне от традиционной акции педагоги детям. Портфели с принадлежностями скоро получат ребята из детского социального приюта. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.